С начала года в Чувашии снизилась стоимость овощей, мяса, птицы и других категорий продовольственных товаров. Ценовую политику и социально важные вопросы обсудили сегодня на еженедельном заседании в правительстве республики. В октябре в Чувашии отмечается низкий уровень цен на социально значимые продовольственные товары. По ценам на картофель республика занимает первое место среди регионов России. Сыры – первое место среди регионов ПФО и второе место по стране. Несмотря на то, что цены по отдельным продуктам питания увеличились, например, на пшено, на рыбу, на хлеб, на муку пшеничную, но все равно сами цены остаются низкими в сравнении с ПФО и с Российской Федерацией. Связано это и с уровнем доходов жителей республики, которые в сравнении с российскими регионами несколько меньше. Исправить ситуацию и в целом подтянуть экономику республики призван проект индивидуального социально-экономического развития Чувашии. Михаил Игнатьев отметил сильные и слабые стороны республики. В частности, в регионе создан благоприятный инвестиционный климат. Чуваша четыре года была в десятке лучших. В этом году заняла 11 место инвестиционного рейтинга России. Однако отсутствуют сверхприбыльные сегменты экономики. В ближайшие годы планируют создать целую сеть частных индустриальных парков, инжиниринговый центр по изготовлению спецоснатки для нужд оборонного комплекса, а также зону социально-экономического развития в городе Спутники. И касаясь уже непосредственно ресурсного обеспечения программы, вот 61 миллиард 529 миллионов рублей. Это уже Минэк в России согласовал, через Минпром прошел, на уровне правительства департамент сейчас обсуждается. Максимально нужно постараться для того, чтобы все те объекты, проекты, которые есть, должны у нас быть утверждены. Итого практически там у нас 194 мероприятия. От общей суммы всех денег 70% это направление на экономику. Напомню, что при разработке программы регион активно сотрудничал с федеральными министерствами. Предусмотрена реализация стимулирующих мер по ключевым отраслям. Их итогом должно стать улучшение качества жизни населения.